Я помню про Юрия Дудя, который бывший сотрудник, насколько я понимаю, или соратник, как бы точнее. Товарищ, друг, я бы сказала, поклонник, не будем уже стесняться этого эпитета. Я знаю, что в жанре интервью он нравится, а вот как документалист... Ты знаешь, я посмотрела, например, ту же Колыму, мне очень понравилось. И надо понимать, и это как раз проблема очень многих мэтров в нашей профессии, в той же кинопрофессии, в той же сериальной индустрии, что растет принципиально другое поколение, которое язык воспринимает по-другому. Это просто надо понять. Мы привыкли к языку полному метафор, потому что мы вышли из Советского Союза, где в этих метафорах были зашифрованы все смыслы. А сегодня нет нужды шифровать смыслы в метафоры. Сегодня все гораздо проще и быстрее. И язык Дудя, он прост и быстр. И в очень понятных, простых, не вызывающих умственных напряжений словах он объясняет базовые вещи. И да, надо понять и принять, что, возможно, очень многие подростки, вообще, например, о той же Колыме узнали от Юрия Дудя. Ты знаешь, у меня нет такого, что если человек перестал работать со мной, или если я не являюсь музой Юрия Дудя, значит, все, что выходит из папера Юрия Дудя, не может быть по определению успешным. Юра самый успешный человек в интернете, и он доказал всем, что самостоятельность, помноженная на трудолюбие, может принести вне любой конъюнктуры успех. Несмотря на то, что он не пользуется патчами, тем не менее, он стал успешным. Хотя казалось бы... Я бы где бы не выступала, ты знаешь, мне всегда говорят, ну вот Юрий Дудя уже вас ждет на интервью. Я говорю, ну если вам все интервью будет в патчах, то это, в принципе... Субтитры сделал DimaTorzok